МБУ «Зелёный город» совместно с нашим телеканалом запускает экологический проект «Подари пластику вторую жизнь», который направлен на популяризацию среди горожан раздельной утилизации пластика, картонажной бумаги и макулатуры. На сегодняшний день «Зелёным городом» ведётся активная работа по установке контейнеров для сбора пластика. В скором времени подобные ёмкости будут находиться на каждой мусорной площадке в городе. В городе, наверное, жильцы наши горожане видели, в некоторых местах выборочно стояли все четыре баки квадратные для накопления пластика. Они у нас были в наличии, но мы их не ставили, потому что до конца логистику выстроить не получалось, потому что мы не могли обеспечить отгрузку этого пластика и дальнейшую его переработку, то есть выстроить весь цикл. На сегодня нам это удалось. Мы совместно с предпринимателями города будем сейчас реализовывать этот проект с предпринимателями, с каналом «Среда». Реализация данной миссии в большей степени зависит от самих горожан, делится Богомаев. Очень часто можно столкнуться со случаями, когда в специальные контейнеры для сбора пластика жители города складируют другие бытовые отходы. Тем самым пластиковые бутыли, перемешиваясь с остальным мусором, становятся уже негодными к дальнейшей переработке. Мы установили баки по городу, но, к сожалению, в некоторых баках мы обнаружили бытовой мусор. Очень важно в чистом виде именно пластик закинуть туда, а бытовой, соответственно, в контейнер. Это проект не такой информационный пшик, красивую картинку показать. На самом деле проект позволит именно эти отходы. Представьте, вы видите, какого он объема, весь этот объем не попадет на полигон, он пойдет на переработку. Это уже насколько весомо. Разложение пластмассовых изделий колеблется от 400 до 700 лет. В процессе пластик распадается на мелкие частицы и выбрасывает в окружающую среду химические вещества, добавленные в него при производстве. К той категории отходов, которые следует складировать в специальные емкости, относятся бутыли от воды, емкости из подмоющих средств, элементы детских игрушек и другие пластиковые изделия. Сортировать отдельно от бытовых отходов необходимо также картонажную бумагу, макулатуру и полиэтиленовые упаковки.